Матчами, которые у вас проходили, выставочные, три матча, насколько вам удалось втянуться во весь ритм? Ну, втянуться, вот, да, удалось, да, это самое, я бы сказал, потренировались и, в принципе, не очень играли, как хотели, проиграли пару игр, но, думаю, все нормально, это самое, после лета, я думаю, это так и должно было бы быть. Встретил, во-первых, Саку Коеву в Питтсбурге, когда он смотрел матч России, молодых звезд, соперники по группе. Насколько для вас важно изучить, получить всю информацию перед матчами вот этими? Знаете, вот для игроков, нам перед игрой видео показывают, у нас пять минут буквально смотреть, и они это все в работе делают, играют. И, конечно, это важно, смотреть, как ребята играют, но, думаю, самое важное, проще договорить свою игру найти и настраиваться на первую игру. В России понятно, что российские журналисты все время спрашивают, почему мы так играем плохо против финнов, и об этом спрашивать не буду. Расскажи, вот ты живешь в Торонто, да? Вот приезжает много болельщиков из России в том числе, куда они могут сходить здесь, что самое интересное здесь? Вот ты как хозяин города, что подойдет? Здесь в CN Tower, в Hockey Hall of Fame, это хорошее, и если есть время, в Ниагара-Фалс, это уже сколько там 100 километров, где мы туда съездим здесь? Какой любимый ресторан, куда там советуют? Ресторан, вот, Харбор в Сексте, тут есть, у дворца прямо и сущие везде есть, тут, в принципе, все рестораны, они плохие. Последний вопрос задам, интересно, вот когда на чемпионате мира, команды приезжают, они кушают все вместе, да, ужин вместе, обед, а здесь такое правило, что дает деньги, иди в гости. Город, сам кушай где хочешь, да? Ну, в сборной России так. Здесь, может, да, такое-то, ну, это в Ниагара-Фалс, это нормально, ну, так привык к это? Ну, привык, да, конечно, это самое. Что лучше поделаешь? Ну, это хорошо, можно выбор большой. Можно в комнате в бруссере заказать, и так, в принципе, доширак поедет. Ниагара-Фалс, конечно, все лучше, у тебя все готово, все, в принципе, хорошо кушают, и все хорошо. Последний вопрос такой, Майк Бэбко сказал перед матчем России-Канады, что для него неважно посмотреть отдельно на Никиту Зайцева, что он покажет, потому что он его будет тренировать. Ты как-то посмотрел на Никиту Зайцева в этих матчах, как-то, как в будущем его? Знаете, у меня и так летом было, тут, просто, наверное, для хоккей меня не так очень пересоет, это самое. Главное, самому на лед выйти и поиграть. Папа-то приедет сюда? Да, мне. Нет? Все, спасибо, удачи тебе.